Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Для Кировской области речь идет о 500 миллионах рублей. Об этом рассказал зампред областного правительства Алексей Вершинин. Сегодня эти заявки находятся на рассмотрении. Мы ждем, что будут профинансированы и дороги, и строительство моста, и строительство объектов инфраструктуры по водоотведению. В Кировской области 11 монопоселений. Из них только в одном. В Уржуме экономическая ситуация стабильная. В так называемой красной зоне Вятские поляны, Белая холница, Луза и Мурыгина. Всего в 2015 году на развитие территории опережающего развития Москва выделяет 4,5 миллиарда рублей. В планах на 2016 и 2017 – 10 миллиардов. Резиденты кировских промпарков не сотрудничают с банками. Об этом рассказал председатель правления банка Хлынов Илья Прозоров. Хлынов является оператором МСП банка и участвует в реализации госпрограммы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. По словам Прозурова, из 11 резидентов промпарка Вятских полянах работать с банком захотели лишь 5. Из 5, которые проявили интерес, 2 проекта мы отфинансировали. Проект переработки крошки резиновой и производство продукции для машиностроения и автомобилестроения. Остальные имеющиеся механизмы не воспринимают или механизмы не подходят. По ряду объективных причин. По деловой репутации, по отсутствии реальности бизнес-плана, по нежеланию предоставлять, может быть, часть документов. В Лузе и Белой Холунице из 18 клиентов только по одному проявили интерес к работе с банком. К другим новостям. В регион заходит новый ритейлер. Это сеть «Светофор». Она открывает супермаркет в Котельниче. Он появится до конца лета. По словам местных чиновников, магазин будет открыт напротив Динопарка. Сеть розничных складов магазинов «Светофор» основана в 2009 году в Красноярске. Сейчас она работает в 8 регионах России. По данным официального сайта сети, в стране 200 магазинов «Светофор». Петербургский бизнес готов строить логистический центр в Кировской области. Своё намерение озвучило руководство группы компаний «Галактика». Она занимается производством молока и масла на площадке молочного завода в Фаленках. Завод также готов участвовать в создании логистического центра в этом районе. Губернатор идею поддерживает, отмечая, что центр должен стать межрайонным и объединить максимальное количество участников рынка – сельхозтоваропроизводителей, переработчиков, а также банки. Надзорные каникулы, моральная поддержка для бизнеса. Президент Вятской торгово-промышленной палаты Николай Липатников высказался по поводу освобождения малого бизнеса от проверок на три года. По его мнению, решение рассчитано прежде всего на добросовестных предпринимателей и в большей мере сработает в качестве моральной поддержки добросовестному малому бизнесу. Далее несколько цифр. Четыре резидента промпарка в Вятских полянах получат по 7,5 миллионов рублей из областного бюджета на покупку оборудования. Один кировчанин из десяти согласно опросам обратится в профсоюз при нарушении своих трудовых прав. 155 миллионов рублей получит Кировская область из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса. И о валютах на сегодня. Они накануне продолжили демонстрировать уверенный рост. Доллар подорожал до 57 рублей 36 копеек. Евро стоит 62,93. Ольга Болезина, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» 101FM «Экономика» 101FM «Экономика» 101FM «Экономика» 101FM «Экономика» 101FM «Экономика» 102FM